Трехлетний Муса Сулейманов, пропавший вечером 24 июля в селе Строгановка Симферопольского района, сегодня утром был найден мертвым. Его тело нашли в сливной яме рядом с домом Сулеймановых. Около 11 часов утра сюда вызвали осенизаторскую машину, чтобы выкачать переполненную яму. Практически сразу после начала откачки было обнаружено тело погибшего ребенка. Страшная новость разлетелась быстро. Случилось то, чего все очень боялись. Ведь все двое суток поисков и даже сегодня с утра никто не терял надежду, что трехлетний Муса найдется живым и здоровым. Мы не теряем надежду, мы надеемся, что будет благой исход. Большое спасибо Чоксавус, что не остаются в стороне, помогают. Мы надеемся, что все будет хорошо и мой сыночек будет со мной. Последний раз трехлетнего Мусу Сулейманова видели живым 24 июля около 18 часов вечера возле своего дома. Сначала семья пыталась найти мальчика своими силами. Затем обратились в правоохранительные органы и к волонтерам. К вечеру того же дня возле дома Сулеймановых собрались тысячи людей со всего Крыма, которых объединила общая беда. Еще больше людей приехало в Строгановку на следующий день. Оснащенные фонарями, зарядными устройствами, они формировались в группы и уходили на поиск мальчика по разным направлениям. Хотя правоохранители запретили ночные поиски в лесу из соображений безопасности, они все равно шли туда, надеясь найти ребенка. В первый день вот на вскидку было порядка там двух с половиной трех тысяч, наверное, человек. И ежедневно, вот не знаю, но по моим ощущениям, три-четыре тысячи человек каждый день вот в ротации приезжало. То есть и ночью. Вчера последняя группа была отправлена там, не помню, там часа в два, по-моему, ночью. Мы вернулись часам к четырем, к пяти. Огромное количество людей привозили там батарейки, топливо для Лиза Алерт. Были там, ну то есть еду привозили, бизнесмены помогали. Огромное всем спасибо, кто участвовал в этом. На месте работали МЧС, спасатели, опытные поисковики группы Лиза Алерт. Сотрудники правоохранительных органов развернули возле дома оперативный штаб. Волонтерами и спасателями было выполнено более 150 задач с использованием специальной техники, тепловизоров и квадрокоптеров. Были задействованы кинологи, конный клуб, джипы, квадроциклы. Проверена береговая линия, проверена зона болотистой местности с камышами, лесополоса прочесана, дворы, дома, все было осмотрено, колодцы. Поисковиками была проверена территория в радиусе 10-15 километров от дома Сулеймановых. Правоохранители и волонтеры обошли и проверили все дворы села Строгановка. Выгребные ямы и уличные туалеты проверяли в селе неоднократно. Водолазы в первый же вечер обследовали дно озера, что неподалеку. Вчера ночью был срезан высокий камыш, чтобы еще раз проверить водоем. Прокуратурой на следующий день после пропажи Муссы Сулейманова было возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего». Рассматривались версии похищения мальчика, убийства, а также ДТП. Хотя были выдвинуты различные версии произошедшего, несмотря на это, основной приоритетной задачей – это был поиск пропавшего без вести ребенка. Выгребная яма, в которой было обнаружено тело ребенка, неоднократно проверялась как сотрудниками полиции, так и нами, следственным отделом. Но оно было проверено визуально, но в связи с особенностями, так скажем, утопления. При утоплении труп, как правило, находятся на дне, и поэтому мы сразу же, так скажем, не смогли обнаружить. Ну и плюс сама дыра незначительного размера, поэтому проверка при помощи с подручных средств, которая тоже проводилась и сотрудниками ЧАЭС, и местными жителями, она как бы до результатов не давала. Все ямы были проверены, указанная яма глубиной более двух метров, наполнена мутной темной водой. Изначально при утоплении тело находилось внизу водоема, сейчас при откачивании тело было обнаружено. Тело Мусы Сулейманова сейчас находится на экспертизе. В связи с тем, что дело вызвало широкий общественный резонанс, ее пообещали провести быстро, чтобы в кратчайшие сроки установить детали произошедшего и причину смерти. По предварительным данным Следственного комитета, признаков насильственной смерти ребенка нет. Дженазе, похороны Мусы Сулейманова состоятся завтра в 11 утра в селе Строгановка Симферопольского района по улице Азатлак-8. Трехлетний Муса Сулейманов будет похоронен на кладбище Абдал. Его жизнь была недолгой, но надежда на ее спасение объединила тысячи людей.